Это первая из серии пяти видео о картофеле. В серии этих видео мы посмотрим на гликемический индекс, лучший способ готовки и то, какой картофель самый лучший. Повышает ли картофель риск диабета? Все проблемы с белым картофелем начались в 2006 году, когда исследование здоровья гарвардских медсестер, которое отслеживало состояние здоровья и питания десятков тысяч женщин на протяжении 20 лет, обнаружило, что более высокое потребление картофеля оказалось связано с более высокой вероятностью заболеть диабетом второго типа. Хорошо, но подождите, ведь из 45 килограмм картофеля или около того, что американцы едят каждый год, большая часть приходится на жареной во фритюре, в виде картошки, фри или чипсов. А что же обнаружилось, когда проверили картофельное пюре и запеченный картофель, нашли ту же взаимосвязь с диабетом? Ладно, но может любители картошки едят много чего-то другого. Дам вам подсказку, слегка переформулировав свой вопрос. Чего могут больше есть картофельные мясоеды? Правильно, люди, которые ели больше картофеля, ели больше мяса, а мы знаем, что животный белок сам по себе связан с повышенным риском диабета. Но исследователи попытались учесть этот фактор и все равно нашли взаимосвязь с потреблением картофеля. Так, а чем люди обычно поливают свое картофельное пюре и запеченный картофель, сливочным маслом и сметаной? Исследователи постарались учесть и этот фактор, ровно как и другие факторы питания, принимая во внимание соотношение растительных и животных жиров и тот факт. Пили ли любители картошки больше газировки или скупились ли на покупку других овощей, и все равно казалось, взаимосвязь между потреблением и диабетом была. Хорошо, но это было всего лишь одно исследование. К 2015 году гарвардские ученые также исследовали другие группы людей, в том числе только мужчин-профессионалов по вопросам здоровья, чтобы дополнить исследование женщин-медсестер. И все еще прослеживался малый риск развития диабета, связанный с употреблением запеченного, отварного картофеля или картофельного пюре, хотя картошка фри, действительно кажется, имела эффект в пять раз хуже. Авторы заключили, что картофель можно считать здоровым овощем в рационе питания человека, однако сегодняшние открытия заставляют серьезно усомниться в этом. Уолт Уилет, председатель департамента по вопросам питания Гарварда, в то время, пошел дальше, предложив изолировать картофель вместе со сладостями в группу неполезных продуктов. Мета-анализ взаимосвязи потребления картофеля и диабета второго типа, опубликованный в 2018 году, объединил все шесть перспективных исследований, которые были проведены к тому моменту, и было обнаружено 20% увеличение риска, связанного с каждой порцией картофеля в день, заключающее, что долговременное большое потребление картофеля может сильно увеличить риск диабета. Но опять же, по большей части это был картофель, обжаренный во фритюре, и мы знаем, что в таком картофеля масса всего вредного, например, конечные продукты гликирования. Исследователи не были в состоянии оценить нежаренный картофель отдельно от картошки фри. Даже три порции картошки фри в неделю были связаны с почти 20% увеличением риска диабета второго типа, в то время как только совсем маленький риск был связан с картофелем в общем, включая и картофель фри. Самому большому производителю картошки фри в мире, виновному в каждой третьей съеденной картошки фри на планете Земля, пришлись на руку такие результаты и его миллиардом долларов. У таких людей достаточно денег спонсировать такие исследования, чтобы подвергнуть сомнению результаты научных исследований. Но и смысл в этом тоже какой-то есть. Наблюдательные исследования никогда не могут доказать причинно-следственную связь, и потребление картофеля, даже запеченного, может быть просто маркером нездорового питания в принципе. Несмотря на то, что исследователи пытаются учесть все эти факторы, как журнал Картофельной Ассоциации Америки нам спешит напомнить. Невозможно полностью отделить эффекты картофеля и картошки фри от эффекта общей ужасной стандартной американской диеты. Если бы только на свете была страна, где потребление картофеля шло в связке со здоровым питанием. И если бы там потребление картофеля все еще было бы связано с риском диабета, это бы уже насторожило. И вот оно. Седьмое исследование, но в этот раз, выполненное в Иране, где картофель не только потребляется главным образом в отварном виде, но и там. Где те, кто ел картофель, придерживались здорового питания и ели здоровую растительную пищу, фрукты, овощи, цельные злаки и бобовые. И хотя ученые старались учесть все остальные факторы, те, кто ел отварной картофель, имели в два раза меньший шанс развития диабета. Это подтверждает идею того, что может быть сложно отделить эффект картофеля от всего остального. Резюме в том, что на данный момент у нас нет убедительных доказательств, что употребление картофеля в целом ведет к развитию диабета, но от картошки фри лучше все же держаться подальше.